Аркадную версию первой Final Fight я купил на Nintendo Switch. Вторую часть мне подарили на японском картридже. А вот с третьей игрой возникли проблемы. Купить ее на ebay оказалось не так-то просто, поэтому пришлось пойти другим путем. Малой, одолжи-ка кепку. О, а куда ты собрался? Нужно встретиться с одним барыгой в метро-сити. Ничего себе! Опаздываешь? Ты достал то, о чем я тебя просил? Конечно, но только он не оригинальный. Но работает прекрасно, а главное стоит всего 500 рублей. Держи. Неплохая альтернатива. Главное, чтобы он работал. Вот еще что, парень. Не советую тебе соваться в центр в метро-сити. Там сейчас беспорядки. Это как раз то, что мне нужно. Ведь это будет мое последнее видео. Ну что ж, все 8 бит. Я Роман Шабанов и мы с вами наконец-то добрались до третьей части Final Fight, вышедшей в 95 году как на пике жанра Beat'em Up, так и самой 16-битной Super Nintendo. Надо сказать, что судьба серии о бесконечном последнем бою на SNES была нелегкой, как и мои попытки вставить американский картридж в японскую консоль. Секундочку. Порт первой части с аркадных автоматов получился слишком урезанным, за что и получил шквал критики. Вторая часть стала этакой работой над ошибками. И несмотря на то, что в ней вернули режим для двоих игроков, по сути ничего нового в игре не появилось. И вот, когда дело дошло до третьей части, разработчики наконец-то решились на масштабные обновления. Но обо всем по порядку. После того, как банда Мэтгир была уничтожена, кошмар для Мэтро Сити казалось бы закончился, но без контроля Мэтгир в преступном мире воцарился хаос. Уличные банды устроили борьбу за власть над городом. В конце концов верх одержала банда Скул Кросс, или Крестоносцы Черепа, как я их называю. Несколько месяцев спустя к мэру Майку Хагару заскочил старый друг. Давненько не виделись, Гай. Как там твои тренировки? Отлично. Думаю, я выучил пару новых движений. Это уже с самого начала нам намекает, что мордобой в игре будет куда разнообразней. Неожиданно на улице прогремел взрыв, и в кабинет мэра врывается давняя подруга Коди, детектив Люсия. Она сообщает, что в центре города беспорядки. И пора боже мэру оторвать задницу от стула, и лично заняться проблемами. Иначе от города останутся руины. Естественно, Хагар приглашает Гая на этот праздник беззаботного насилия. И как только все трое приготовились бежать, в кабинете мэра появляется загадочный Дэн. Непонятно откуда Дэн узнал, что мэр собирает лигу справедливости местного разлива. Вероятно, он просто заходил пожаловаться на отсутствие детской площадки во дворе, ну и между делом решил поддержать городоначальника. На вопрос Люсии «Who is Mr.Den?» Дэн бормочет что-то невнятное и обещает помочь. И вот уже четверка героев готова устроить на улицах Мэтро Сити смачный мордашлеп. Итак, игра началась. Давайте сразу же пробежимся по опциям. Важной особенностью данной части является возможность подменить второго игрока компьютерным напарником. Называется эта опция «Ауто Тупи Плей». И знаете, иногда она бывает очень полезна. Алло, Хриплэй, я тут собираюсь проиграть в Final Fight 3. Ты со мной? А что за игра? Ну короче, это ретро битэмап 95-го года. Ну так что, играем. Ну очень заманчиво, конечно, но у меня тут много дел, очень срочных. Так что, наверное, не получится. Пока. Вот черт, трубку бросил. Ну и ладно, заменю его компьютерным напарником. Но об «Ауто Тупи Плей» мы поговорим в конце. В опциях можно выбрать уровень сложности игры, от которого зависит концовка, квалификацию компьютерного подручного, раскладку управления и, главное, ущерб от ударов напарника. Начать предлагаю с режима для одного игрока. На выбор нам дается четыре персонажа, каждый со своими приемами и особенностями. Гай, который наконец-то стал полноценным играбельным персонажем на SNES. Таинственный новичок Дэн. Детектив местной полиции Люсия. И, конечно же, зубодробительный мэр Майк Хаггар. Бывший рестлер и ветеран Final Fight, который не пропустил ни одной игры. Майк сыграл важную роль в уничтожении банды Мэтт Гир и долгое время является самым популярным мэром Метро Сити. Передвигается он медленно, но обладает нехилой богатырской силушкой. Выбираем Хаггара. Выйдя на свет божий из мэрии, Хаггар понимает, что без его жесткой руки город совсем обвитшал. Кругом битые полицейские машины, бочки с призами, куда же без них и дома в аварийном состоянии. Ситуацию нужно срочно исправлять. Как я уже говорил, в первых двух частях Final Fight список приемов особо не менялся. И вот, наконец-то, разработчики решили исправить этот недостаток, конкретно обновив боевую систему. Кнопка Y все также используется для удара, B для прыжка, A это мега атака на случай совсем непролазной ситуации. Зажав кнопку L или R можно ходить спиной вперед, а если при этом два раза нажать назад, то наш герой совершит отскок, что очень полезно, когда вы получаете по морде. Безусловно, круто, что мэр вот так просто может выходить на улицу и решать проблему города, но что если среди этих преступников есть его избиратели? Серию ударов теперь можно наносить, используя оружие, что делает его использование более веселым, нежели в прошлых частях. Важным нововведением стал бег. По экрану теперь можно передвигаться быстрее, плюс с разбега можно выполнять дополнительные атаки. Тем временем мы зашли в полицейский участок, где вовсю орудует банда крестоносцев черепа. Наконец-то в игре появились спецприемы, за использование которых не отнимается здоровье, например, Хаггра нажатием вниз-вперед плюс Y выполняет яростный топор. Но конечно же основное преимущество нашего мэра качка это рестлинг броски, которые невероятно эффективно выбивают дурь из крестоносцев черепной банды. Пробежавшись по коридору мы понимаем, что все тюремные камеры не тронуты, кроме одной. Ммм, что здесь происходит? Кто сидел в этой камере? Интересно. Более того, осмотревшись по сторонам мы понимаем, что попали в тупик, ведь впереди стена. Хотя какая же это проблема? Ведь традиция вышибать двери поднялась на новый уровень, теперь можно вышибать стены. Выйдя из полицейского участка мы попадаем на автозаправку, которая отсылает нас к бонусному уровню из первой части игры. И далее дорогу нам пригождает грузовик, сгромоздившись на который нас поджидает первый босс, оборотень в погонах, Дэйв. Когда-то он был верным копом из отряда созданного Хаггером, но его сгубила злато проклятая жажда. Пришло время познакомить вас с горящей надписью супер в углу экрана. Эта графа заполняется по мере надирания задниц противников. И как только она загорается, пришло время использовать самый мощный прием вашего бойца. Но чтобы узнать как его делать, заглянем в мануал. У Хаггера это Молот Судьбы. Чтобы его выполнить, нужно схватить противника и нажать вперед-вниз Y. Сейчас ты у меня ощутишь все силу ярости Майка Хаггера. Замечу, что графа супер светится лишь определенное время, как бы подначивая нас поскорее применить коронку на каком-нибудь особо годливом бандите. Особой сложности Дэйв не представляет. Нужно только грамотно уворачиваться от его попыток раздавить нас своей жопой. И все, босс повержен. Первый уровень пройден. И нам показывают небольшую сюжетную сценку, из которой мы узнаем, что банда черепастых затейников устроила беспорядки, чтобы отвлечь полицию и под шумок освободить из тюрьмы своего лидера. Вот это поворот! А Дэн, прерывая длительное молчание, признается, что банда убила всю его семью за то, что он отказался к ним примкнуть. И теперь он жаждет мести. А пока что вернемся к главным героям. Гай вернулся в Метро Сити после окончания тренировки в дальних краях, из-за которой пропустил события второй части. Без раздумий присоединился к Хагару, чтобы остановить погромы в городе. Быстрый и ловкий Гай является самым сбалансированным бойцом. Умеет пускать огненный шар нажатием вниз-вперед Y. При атаке с разбегу выдает серию ударов. Также он может выполнять самую длинную комбинацию в игре. Ударить, схватить ударить и уложить на спину и добить. С помощью графы Супер делает стену из тысячи кулаков. Нужно схватить противника и нажать вперед-вниз Y. Люсия Морган, давняя подруга Коди и действующий детектив. Это ее первое появление в серии. Решила помочь Хагару в благодарность за то, что он помог ей снять ложные обвинения в коррупции. Людмила, на мой взгляд, не очень хороший боец. Впрочем, у нее есть свои достоинства. Не обладая силой, она очень быстрая и имеет в запасе два дополнительных супер приема. Огненная вертушка, подпаливающая вражин, выполняется в прыжке нажатием вниз-вперед Y. Торнадо-вертушка, которая поможет буквально выпрыгнуть из передряги, выполняется вперед-вниз и затем вперед-вниз Y. Накопив графу супер, Людочка исполняет яростный удар коленом. Для этого в любой точке экрана нажмите вниз-вниз, вперед Y. Но самая веселая атака нашей детективши, это смачный пинок под зад. Для этого схватите врага, затем нажмите вниз плюс Y, чтобы развернуть его, и затем нажмите вперед плюс Y. И последний герой игры, Дэн, ну или Дин, как его еще называют. Уличный боец, семью которого уничтожила банда Сколкросс. Некоторые считают его киборгом из-за того, что он использует атаки электричества. Персонаж весьма загадочный и толком о нем ничего не известно. На мой взгляд это самый сложный в управлении боец. Обладает электроапперкотом под названием молния. Вперед, вперед плюс вверх Y. Дальний захват выполняется нажатием вниз-вперед Y. Из веселых приемов умеет ломать спину. В обратном захвате вверх плюс Y. С графой супер выполняется прием ломовое сокрушение. Схватите врага и нажмите вниз-вверх Y. Замечу, что каждый герой имеет свой уникальный набор приемов, и чтобы лучше во всем этом разобраться, рекомендую заглянуть в мануал. Благо он есть на русском языке, ссылка будет в описании. А пока что вернемся к сюжету нашего боевика. Выйдя из зоны поражения беспорядков, мы попадаем на центральную улицу Метро-Сити. Противостоят нам все те же враги. О, хот-дог! Интересно, из чего начинка? Фуд? Ох, ну нифига себе! Хот-дог с начинкой из ноги за 1 доллар? А я думал их из собак делают. Ладно, проходим через заваленную мусором подворотню, и на выходе из нее нас подстерегает новый враг. Бегающий толстяк Джек. Он не шибко опасен, если следить за траекторией его бега. Раскидываем нескольких толстячков, и вышибаем дверь в бар. Который называется Клуб Симс. Поначалу в заведении тихо. Вышибаем кусок баранины из фикуса, и начинаем мутузить возмущенных посетителей. В результате созданного кипиша появляется второй босс. Владелец бара и главный вышибала Коумен. Среди его подручных затесалась бывшая танцовщица с ножами Мэй. Помяв нам в спинку, Коумен все-таки огребает пиндюлей и отправляется в нокаут. Второй уровень пройден. Кстати, а с чего это наш мир вообще взял, что в баре тусуются одни бандюганы? Ведь если так вероломно вышибить дверь, активно избивать посетителей, то естественно, что с нами захочется разобраться выше бала. Я щас твоей башкой дверь открою! На! Попались гады! На! 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 Господа, ваше поведение недопустимо! Я вынужден попросить вас удалиться! Чё охренел? Эх! Эх! Боже, Хаггар, зачем ты избил всех этих людей? Они же просто отдыхали в баре! Эх! 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 В начале третьего уровня мы попадаем на улицу, ведущую к автобусной остановке. И здесь нас ждет важная развилка. Вообще, развилка – это очень интересное нововведение третьей части, которое очень сильно повышает реиграбельность игры. Далее по улице располагается основная стела маршрута М25. Это точка развилки, на которой мы решаем, идти ли нам на причал, или же сесть в автобус и прокатиться до городской свалки. От этого напрямую зависит, будем ли мы проходить третий уровень, и затем отправимся на пятый. Или же сразу прыгнем на четвертый, и затем на пятый. От чего в свою очередь зависит диалог между персонажами в конце игры. Вот так. Ну и так как на свалку нам еще рано, отправляемся на причал. Для этого нам нужно разбить остановочную стеллу телом подвернувшегося супостата. Теперь водитель автобуса не заметит остановку и проедет мимо. Двигаем дальше. Мост встречает нас красивым закатом на фоне Метро Сити. Красный закат и стальные балки моста. Что-то мне это напоминает, какую-то игру. Только вот какую, не помню. На мосту нас встречает парочка недокосплееров Росомахи. Дирк и Рик. И далее к нам выходит старый знакомый, переметнувшийся из банды Метгир, здоровяк Андор. Который от переизбытка чувств может и обнять как следует. Улыбочка у него конечно потрясающая. Эка-то жизнь его скрутила. Спустившись с моста на причал, мы в конечном итоге спрыгиваем на катер. На котором можно пройти через трюм или по верхней палубе. И уже на носу этого утлого челна нас встречает сам капитан Дрейк. Этакий морячок Папай на стероидах. Который любит размахивать своим якорем. Выбиваем у него из рук якорь и пытаемся уворачиваться от его прыжков. Ловким ударом отправляем капитана поспать. Четвертый уровень пройден. После веселого круиза на причале нас встречает бульдозер. И начинается бонусный уровень. Нам предстоит остановить адскую машину, которая хочет столкнуть нас в воду. Для победы быстренько навешиваем спрыжка люлей водителю. Главное не тормозить. Во второй сюжетной сценке нам сообщают, что лодочка была не простая. А доверху набитая контрабандным оружием. Которым банда Скулкросс на досуге приторговывает. На ящиках имеется табличка с надписью Sims Inc. Вот таким нехитрым способом мы обнаружили причастность банды к производству контрабандного оружия. Заметьте, если бы мы поехали на автобусе, то никакой контрабанды мы бы не нашли. Пятый уровень начинается в канализации. Ммм, канализация, что-то мне это тоже напоминает. Какую-то игру, только вот какую. Ну что ж я никак не могу вспомнить-то, а? Ну где-то я это уже видел. Алло? Да, Turtles in Time! Turtles in Time! Да, действительно, мост из стальных балок и канализация были в игре Turtles in Time. Ничего не могут вспомнить без меня. Но вернемся к последнему бою. В канализацию мы спустились не зря, ибо здесь лежит путь к уже известному нам заводу Sims Inc. Но прежде чем его разнести, мы поднимаемся из канализации прямиком в китайский квартал, чтобы нанести визит личному повару банды Skull Cross. На мой скромный взгляд, это самый живописный уровень во всей игре. Пройдя по переулку, мы устраиваем небольшую заварушку рядом с закусочной на колесах, в которой уже наконец-то продают нормальную еду, а не ноги за один доллар. Тут же нас встречает новый враг, бешеный коротышка Джо. Он не раз потреплет нам нервы своей прытью. Поднимаемся по лестнице наверх и попадаем на крышу, где нам и открывается великолепный вид на ночной Metro City. Да, красотища! И еще вывеска с какой-то пространной девицей, рекламирующей чай. Тут нас поджидает засада из трех фрицев с гранатами. Эти враги убиваются быстро, но могут здорово потрепать нас своими гранатами. Пробив очередную стену, устраиваем дебош теперь уже в китайском ресторане. После чего вламываемся на кухню и пародируем программу Ревизорру. Эффектно вышибив дверь появляется босс Вонг. Тут кстати можно подобрать курицу, спрятанную за курицей. Ну а мы начинаем кидать повару предъявы. А почему это у вас продукты не в холодильнике? А почему у вас вытяжка грязная? А может у вас еще и тараканы есть? Не выдержав напора критики, Вонг благополучно уходит в нокаут. Четвертый уровень пройден. Спустившись в переулок мы отправляемся к входу на завод Sims Inc. Но прежде познакомимся с последним и эксклюзивным для третьей части врагом. Хантером, вооруженным битой. Несмотря на то что он одет как бейсболист, поговаривают что он ненавидит спорт. Вламываемся на завод. В футуристическом коридоре можно заскочить в первую дверь сверху, чтобы подобрать дополнительную жизнь, спрятанную за столом на переднем плане. Вторая дверь это развилка. Если пойти в нее, то попадем в лабораторию, в которой можно разбить 4 двигателя и сразу же закончить уровень. Но мы пойдем прямиком в плавильню, где на манер терминатора к нам на кране приезжает очередной босс, наемник Стрей. Именно его черепастые бандюганы отправили уничтожить семью Дэна. И именно он организовал побег лидера Скул Кросс из тюрьмы. В общем устраиваем ему самосуд и пятый уровень пройден. Начинается второй бонус. Нам нужно пробежать по заводу, уворачиваясь от бочек, и разбить панель управления, что приведет к полному уничтожению производства оружия. Слушайте, я похоже понял, кто поставляет в город эти бочки с призами. И судя по обилию призов, это не просто бочки. Это кладезь товаров народного потребления. Думаю, жители Метро Сити вообще не ходят по магазинам. А если нужны какие-то продукты или одежда, они просто выходят на улицу и переворачивают несколько бочек. Вот блин, вратва дома закончилась. Надо бы прикупить что-нибудь съедобное. Перевернем пару бочек. Так, что тут у нас? Хонтог. Баранина. И букет цветов. Ну ладно, Роме подарю. Хе-хе-хе-хе. После уничтожения завода нам показывают финальную сюжетную сценку, в которой мы наконец-то можем лицезреть физиономию загадочного главаря Скул Кросс. Идя по следу преступников, наш квартет героев добирается до одного из самых высоких зданий в Метро Сити, где и должен состояться финальный бой. Уже ночью мы прорываемся к входу в здание. Из самого порога нас встречает погрузчик из фильма «Чужие». Здесь также можно зайти в пару комнат и подобрать несколько призов. И далее еще одна отсылка к тому же фильму в виде пушек. С боем прорываемся к лифту, где нас ждет классическая для битэмап сцена. Мчащийся вверх лифт, усыпанный коротышками Джо. Легко не будет. Выходим из лифта смерти мы на последнем этаже, где, пройдя по красной дорожке, мы получим несколько бочек сверху. Постарайтесь разбить их супер приемом, чтобы немного восстановить здоровье. В конце коридора мы встречаем в окне вертолет. И бежим на крышу, чтобы узнать, кто это пожаловал на вечеринку. Здесь, разорвав на себе одежду, перед нами предстает главный негодяй Метро Сити – генерал Блэк. Это бывший спецназовец, который, используя свои знания в военном деле, смог уничтожить конкурентов и возвести свою банду крестоносцев Черепа на небывалые высоты. Именно его освободил из тюрьмы отряд Стрея в начале игры. Битва с ним не очень сложная. Все потому, что Блэк понадеялся на свои силы и сражается без подручных. Когда сил у генерала остается немного, он начинает пятиться назад, к трансформаторной будке, чтобы сделать свою смерть максимально эпической, как в лучших боевиках. И вот, получив последнего леща, Блэк в слоумо пробивает сетку трансформатора и электричество, словно молния пронзает его тело. Обмякший генерал падает на землю, окончательно ставя крест на существовании банды Skull Cross. Неожиданно происходит цепная реакция. Наши герои убегают с крыши, а здание сотрясает серия взрывов. Это дело можно закрывать. Но город изрядно пострадал. Это уже забота мэра Хаггра. Ну, спасибо, Гай. Кстати, чем теперь думаешь заниматься? Эй, Дэн! Для меня бой окончен, но я не забуду, что многим вам обязан. Удачи, Дэн! Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. До встречи. Он все-таки ушел. Он в порядке. Он просто попрощался с прошлым. И теперь ему нужно время, чтобы снова научиться жить. Надеюсь, это так. Да, думаю, у него все получится. А теперь пару слов о режиме Auto to play и игре на двоих. Безусловно, это очень интересная идея добавить компьютерного напарника. Играть с ним вполне интересно. Он неплохо помогает мочить супостатов, но у него есть несколько ограничений. Он совершенно не пользуется призами и супер приемами, что делает его обитание в Metro City крайне недолговечным. Скорее всего, вы не сможете полностью пройти игру в компании с компьютером. Он загнется на четвертом или пятом уровне. А если попытаться использовать для него продолжение, нажав старт на втором джойстике, то на экране появится второй игрок, которым должен управлять человек. Что можно сказать, подводя итоги? Ну, Final Fight 3 приобрела элементы серии Street Fighter, превратившись в некий симбиот файтинга и битэмапа. Что, безусловно, пошло серии на пользу. Добавив новшеств в геймплей, которыми уже в те годы вовсю козыряла серия Streets of Rage. В результате получилось достойное завершение одной из самых популярных серий 16-битной эпохи. Несмотря на то, что среди персонажей нет коди, при игре вдвоем появляются подвисания и кто-то сочтет уровень сложности недостаточно высоким. Но играть в последний бой 3 до сих пор весело. Делать обзоры на последующие игры серии мне совершенно не хочется. И, как я уже говорил, это будет мое последнее видео в ретроспективе Final Fight. Пусть все закончится на великолепной третьей части, которая подарила мне те же радостные эмоции, что и в свое время Streets of Rage. Обязательно поделитесь ссылкой на этот ролик с друзьями. У меня на канале не так уж много, поэтому каждый репост важен. И напоминаю, если хотите себе такую же коробку Final Fight 3 с русским мануалом, то обязательно посмотрите шоу-катридж на прокачку. Ссылка будет в конце ролика. Ну, на этом у меня все. Еще увидимся! Чeling staff Аллё, да. Катридж я ему продал. Все, как вы и просили. Послушайте, он точно поймет намек на следующую игру. Если нет, кто-нибудь ему подскажет. Ну все, у меня тут игра горит, так что всего хорошего. Странные ребята.